всем привет сегодня 14 марта вот я замочил черенки сорта виктория комплексом устойчивые морозоустойчивые сорт считается правда прошлом году виктория меня чуть-чуть прихватила идиум прошлый год 16 и был такой очень экстремальный ну и теперь стоит вопрос кельчеваторе то есть подогревать чем и как подогревать пятки это как я убедился уже сам очень необходимо для черенков для саженцев вот я себе создал примитивный такой импровизированный типа кельчеватор на батарею небольшая секция 14 секций примастерил фанеру несколько слойную крепкую закрепил ее под подоконником вот просто на наспех спичками жал и поставил здесь у меня черенки инжира как я убедился я оставил себе вот здесь на батарею я себе положил салфетку кухонную и положил поставил ставил вернее прозрачных стаканчиках черенки инжира и череночек юбилейного черкасска винограда и была видна динамика очень шустро очень быстро пошли корни так ну тут у меня небольшое тоже рожевее так вот видел на ютубе немало конструкций и приспособлений принципе они по большому счету ничем принципиально не отличаются что функционально важно для кельчеватора чтобы пятки то есть пяточки черенков которые находятся внизу откуда идут ожидается выход корешков чтобы пятки были в тепле так вот я положила я немножко болею и бин больной какой там больной вот и занялся по дому всем этим так вот я положил комнатный градусник на подоконник на подоконнике где у меня стоят и виноград и инжир и гранат так на градусник у меня показывает 23-24 градуса так сейчас проведем для частоты эксперимента в дальняя секция вот вот на нее сейчас сюда и положим чтобы знать сколько пятки корней получает тепла отодвигаем этот саженец и ложим примерно над последней секции батареи ну пока там градусник подогревается покажу почему в чем сам головняк батарея небольшая на кухне всего там четыре секции в зале уже места нету в другой спальне тоже места нету все забито ну а черенков винограда еще я на воду поставил довольно таки как глядачника немало и думаю куда его потом расставлять чтобы все получали тепло некоторые черенки уже на подходим уже скоро будут корни пускать уже и лук лопнул вот как здесь на гурман раннем кстати я заметил что гурман ранний из того что мне есть и благовест очень хорошо очень и очень хорошо окореняется пускают корешки хуже другие столовые как у меня есть кадрянка корма код виктории еще другие но как эти как показатель меня немножко даже удивили моментально схватили корешки пустили вот из однопочковый тимур тоже уже на подходе же лук треснул вот уже видны корешочки маленькие так ну вот уже прошло минут пять сейчас посмотрим насколько биртро поменялось ну как видно градусник показывает тридцать один градус тридцать один градус на пятки корней на пятки черенков очень тепло получается и каждый день проверяю череночки виноград инжир и могу судить в разнице если банки у меня стоят на подоконнике здесь конечно попрохладнее и вот как стоят сейчас если на подоконнике за полдня практически почти никаких изменений происходит то вот здесь за полдня но за полдня у меня уже как показатель это у меня черенок инжира белый адриотический у меня вылезла 2 пачка . вот вторая почка полезла она уже зеленеет это уже хорошо видно на очень зеленая показать динамику роста корней благовеста поставлен он у меня неделю назад вот это благовест корни пускает этот сорт гибридная форма сейчас точно не скажу довольно-таки живенько остальные не очень лишь немецкого валюк здесь корешков корешков я не наблюдаю пока посажены одинаково в один про проращивание условия и посадки и полива и подогрева и освещения были одинаковые но вот еще благовест смотрите сами корешочки картина маслом ага вот еще такой маленький нюанс поскольку сейчас солнце нещадное для молодых листиков неогребших незакаленных я бы вам советовал на таком вот уровне чтобы где солнце освещает листья прицепить папиросную бумагу дабы притянить листья побеги чтобы не обжарить через неделю две а то и три лучше всего потом можно будет снять этот притянение тогда листья они уже не подгорят в принципе вот такое коротенькое видео если у кого есть пару кусков фанеры можете на скорую руку на скорую руку соорудить такой мини кельчеватор но я вам традиционно желаю хорошего урожая поменьше болячек на ваших государствах и огородах подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока